гильермо баскаль да по-моему так его зовут да это новый главный ёбрит заремы и по мне так выбирали не главного тренера спартака до выбирали новый ёбрит для заре стар уже полгода поэтому новое выбрали нового трехлетнего молодого гильермо баскаль в общем-то официально заявлено что гильермо баскаль новый главный тренер спартака ну давайте поговорим о нем блять что ли может сказать не знаю пары по-моему а мне что-то может сказать но гильермо баскаль нельзя ничего сказать потому что это не тренер и это ни о чем вообще где он работал работал ассистентом видеоаналитиком у эмири о блять естественно севиле потом наработал главным тренером каком-то этом донном швейцарском донной швейцарской команде ясу хуй на что за команда потом он и работал там несколько месяцев там два или три месяца в донной швейцарской команде луган который были не очень результаты но они не вылетели до последний матч сыграть с базе 2 2 ну при этом президент лугана демонстративно уволил этого об аскаль вот потом он поехал в осколе 2 итальянскую команда осколе не то что осколе как бы взрослая команда осколе 2 дубль осколе пробыл какое-то время были там хуевый результат ушел оттуда тоже там по моему четыре месяца был приехал блять его взяли ассистентом главного тренера базе да но базе посыпался и главного тренера по уволили да и некоторое время главным тренером базе достал этот самый об аскаль результаты в базе были очень не очень плохие но плохие там понимая что такое базе льда там в чемпионате швейцарии это довольно таки крепкая по игрокам команда тем не менее они заняты только второе место да и результаты при этом об аскале в базе были очень очень так сказать не положительные потому что было много поражений в общем то если так подводить итоги это молодой человек который уже сумел поработать во многих донных командах донеры только базе не донная да и везде у них были мягко говоря не очень хороший результат все вот что мы можем знать но но это парк главное дело в том что у согласно критериям заремы этот гильермо баскаль он овен его имени есть буква р это пиздец как важно все очередной тренер на четыре месяца ну а чё чё не говорить блять но если блять и два долбаёба блять сидят спартаке до эскортница и и там старый друг до которую непонятно что у него полу куда маразматический бред уже да я не назову назначает какого-то я не знаю кто это парень ну блять я чуть о нем говорить ну я я даже не жду никаких результатов мне это абсолютно как бы ясно что результаты будет отрицательно спартаке нет игроков ушел джигов подписали же переподписали рассказов защите никого не будет вот и ушел бакаев да возможно кто-то еще из легионеров ты никого не купить денег нет приходит какой-то 33-летний не знаю кто 33 года человеку у спартака есть игроки которым 33 года спартаке да и что он может им сказать они у нас пошли ну что такое пацаненок какой-то приходит команду главным тренером в чем спартак вы реально пошли никто он ничего не добился ничего вообще ноль как как вообще его брали да и мне кажется все было очень просто что знаю узнали что в а 0 уходит в течение двух недель и было решение решением брать любого молодого перспективного тренера кто согласится поехать в россии все по выбирали по выбирали блять один согласился блять это знаете как это хуй его знает там как с плакатом стоять на улице сказать и с плакатом ищем нового главного тренера спорта вот тут а именно так блять именно вот с улицы для любого человека кто согласится вот его и взяли блять потому что друг других слов у меня нет ничего у него не получится абсолютно точно наверно один из самых худших тренеров за всю историю спорта потому что но у него результаты даже в своих и в этих донных командах которых он был в том же базе ли у него были хуёвые блять хуёвые про много проиграл очень много пропускал зачем его брать но у него же будет букве в его имени есть буква r и он овен у меня тоже есть фамилии буква р и вы имени буква р я тоже овен блять возьмите меня нахуй короче парни я считаю что это чудовищно я считаю что это полная канализация ну и разумеется после отрицательных результатов этого нового тренинга гильерма баскаля во всем будет как всегда виноват газпром рфс судьи но не наши наш клуб эскорт эскортницы что ждем новых поражений спартака